А ты веришь в демократию? То есть вообще она возможна? Демократия. Ну, допустим, ладно. Сокрушаем тоталитаризм ради чего? О, не верю. Для того, чтобы была демократия? Вот такой вопрос задаешь, как тебе сказать. Я анархист в таком смысле, что анархия, она возможна в плане как вот нубитники, что ли. Сокрушить вас нельзя, потому что в самом человеческом сознании тоталитаризм заложен совершенно четко. Поэтому игра заранее прогрешная. Ну, там у Галича есть очень клевая песня про то, как там зоны зэки бегут, и их там убивают одного за другим. И окончается, что вроде там и всех убили, и такое размышление, он просто там белым сихом говорит. И все равно, если да, что там никто не добежит из зоны, все равно там, если всех постреляют, все равно бежать стоило бы. Надо было и стоило бы. Вот я этого тоже придерживаю. Потому что игра заранее прогрешная, это я полностью осознаю, что все равно ничего не удастся там ни сделать, ни сокрушить. Но тем не менее, если... Да, сейчас расскажу такую притчу, у Николая Богова такой диссидент. Притча такая была. Были некие люди. Каким образом они попали в сундук, непонятно. Вот, но попали не в сундук. И жили там год за годом, день за днем. Ну вот, жили, забыли, что там за сундуком делалось. Сажали картошку. А так как сундук был закрытый, потому что его нечистая сила закрыл нам замок, там не было ни свежего воздуха, ни света, было темно, сыро, душно. Но они привыкли, казалось, это все заебись. Сажали картошку, росли рахитными, слабыми, взглядными лицами. Одна же ложка замка прожарела, отвалилась. Ну вот, поток свежего воздуха зашел там, этот сундук. Ну и люди там охуелись, море там, такой свет, там такой воздух. Сначала подумали, что задыхаются. А самое любопытное, полезли к крышке сундука на него выглядывать. А нечистая сила стала, там этот сундук, там опять крышку запихивать, там заталкивать. Сначала то морковку сунет, то кочерыжку сунет, чтобы они там закрыли там этот сундук. А они постоянно то голову покладут там на край, то локоть там, сундуком эти локти там, то прищемит, то вообще-то рвет, то отломает. Но за счет того, что хоть кто-то там эту голову постоянно там кладет под этот сундук, эта крышка не закрывается. Поэтому хоть слабый, но какой-то боток, свежий воздух в сундук идет. Вот такая вот ситуация. Я считаю, что то, что у нас делают рокеры или панки, вот они это и делают. А к тому же... А больше невозможно там? Нет. То есть все, что мы можем сделать, это что? Глоток чистой воды время от времени? Подожди. А сейчас и так. Во-вторых, это делается все для себя изначально. То есть я считаю, что каждый человек, он как-то, по своей сути, одинок получается у нас вообще в этой жизни. Поэтому все это делается для себя. К тому же у меня такая штука. Анархия, она торжествует, если это внутренняя анархия. Если человек добивается внутренней свободы, именно внутренней анархии, это победа, пиздец. И каждый раз там, допустим, какая-нибудь песня группы Чаев, там про кота, это победа в глобальном масштабе всегда. Глобальная победа над системой. Опять же там, такой рассказ был у Аксенова, что там сидит, грестмейстер там, читал может. Читал, да? Грестмейстер едет позже, играет там с кем-то там Любером, с Фурлаком. А этот Любер говорит, давай, говорит, ты, говорит, грестмейстер, давай сюда в шахматы сыграем, я тебе, мол, не глупее. Ну, играют, играют, играют они. Ну, грестмейстер сделал, ему Люберу мат поставил, а тот не заметил. Играет дальше. А ему мат давно. Причем играет все дальше, дальше, дальше там. А этому грестмейстеру неудобно напоминать, что ему мат. Ну и дальше играет. Ну, ему заебало и взял там, типа сдался. И этот Любер говорит, вот, играет смейстер, я тебя-то наебал, победил там. Ну, грестмейстер всегда там с грустным видом, потому что заебало, потому что каждый день приходится в такие партии играть всю жизнь. Достает чемодан, открывает полный чемодан, а полный чемодан медалей, которые выдаются там каким-то там просто там игрокамским. Он играл, которого победили, чем медалин, который написан там, медаль победишь в меня. И он ее вешает на грудь этому лигу, понимаешь, которому мат был давно. Вот тоже самая такая ситуация ежедневная. Так, демократии быть не можем. Глобальном масштабе нет. Почему? Потому что тоталитаризм заложен в сознании человека изначально. И мудака убедить в том, что он мудак, вообще нельзя. Есть такая буддийская пословица. Можно привезти коньяк в водополнице и оставить его глотнуть. Поэтому каждый глотает сам. А сколько человечества существует уже 4 тысячи лет, в общем... Этим доказано то, что как был фашизм, так и остается. И вообще ничего не меняет смей. То есть, как были христы, так они остаются. Как был фашизм, так он и продолжается. Все ясно. Веришь ли ты в любовь? Какие вопросы. Просто хамеры с него, понимаешь? А что ты под любовью понимаешь? Вообще человек верующий, честно сказать. Охуенно. Ну, в Бога. Да. Причем именно в Бога относительно вопроса, именно как любовь. Причем Бог там никакой выше крыши, там всех на крыше, которые там дяди сидят умные, там всеми правят. А Бог, который это, как тебе сказать, ну вот исходя там из буддийской философии. Некая сущность, которая, допустим, есть любовь, и любовь не кого-то, не за что-то, а любить, там, как дышать, там, как жить. Только в условиях нашей жизни это как-то вот все не то, что не получается, а это, в общем-то, даже и нельзя. Потому что, на всяком случае, это исключает возможность быть рокером. Потому что для меня рокер – это человек, который живет, в общем, среди всех, и охуенно переживает за других, вообще вот за ситуацию в мире. Да, но если исповедовать, так сказать, личную любовь, то придется переживать за кого-то одного. В каждом случае… То есть за бабу, которая, допустим, будет рядом с тобой, тебе придется за нее переживать столько, чтобы на других просто времени не остается. Да не, у меня в глобальном масштабе, поэтому у меня, в общем-то, поэтому и нет бабы, которая рядом со мной. Да, ну понятно. Вообще, в принципе, я не понимаю, вот не могу представить, чтобы, допустим, там, я всю свою любовь местил какого-нибудь там одного человека, у меня такого там не представляется. И если так вообще глобально подходить, то гораздо зверей люблю больше, чем людей. А еще больше вообще там деревья там, или вообще там какие-то небеса. А относительно вообще, если так еще, допустим, рока коснуться, то для меня такое понятие, как сопереживание, оно вообще главное среди человеческих отношений. То есть рокер, который, и вообще человек, который не способен сопереживать, вот когда там другому хуёву, это и не рокер, а значит и не человек, значит вообще, пидорас. Гопник. Гопник, Клюбер. Настоящий рок, он идет от сопереживания.